Сейчас пойдем смотреть, как они реконструировали бывший сахарный завод на берегу. Все настолько идеально сделано, просто супер. Плакать хочется здесь, глядя на эту плиточку, слезы зависти. Даже светильники, здесь не просто светильники, а можно сказать произведение искусства. Как оживить любое общественное пространство? Берем Глинтвейн. Мы, кстати, сейчас находимся в Вильямсбурге. Это на другой стороне от Манхэттена, Бруклин. И этот район в Бруклине, наверное, один из самых ярких мировых примеров джентрификации. Джентрификация это реконструкция районов, которые приходят в упадок путем создания благоустройства, привлечения в эти районы более состоятельных жителей. В общем, в Вильямсбурге сейчас можно наблюдать какое-то активное строительство. У нас здесь строится супер дорогая недвижимость. Хотя еще какие-то 20-15 лет назад здесь был полнейший упадок. Дешевая недвижимость, никто здесь не хотел жить. Это бывшая промзона, но сейчас все дело реконструируется. Сюда сначала пришли хипстеры, начали открывать здесь свои какие-то кафешки, еще что-то. Сюда появился какой-то стрит-арт, модные магазинчики. Вслед за хипстерами сюда потянулись уже более состоятельные модные молодые нью-йоркцы. Вот для них здесь строят такое жилье. И теперь уже никто не скажет, что это какой-то плохой район, бывшая промзона. И в какое-то время это стало одним из самых модных нью-йоркских районов. Туда, кстати, как раз начали перебираться те, кто жил в Сохо на Манхэттене. Потому что Сохо уже давно превратился из такого доступного района для креативной молодежи в очень дорогой и недоступный. Ну вот, собственно, Вильямсбург в Бруклине называют одним из самых ярких в мире примеров джентрификации. Ладно, мы пришли на самом деле в парк. Мы пришли посмотреть на домино-парк. Вот такая вот красота. Как я сказал, раньше была у нас промзона. И вот это вот серое здание стоит. Это бывший сахарный завод. Его построили в 1882 году и работал он до начала нулевых. После чего его закрыли и в 2010 году решили его реконструировать. Но его не просто реконструировали. То есть здесь могли бы все снести и на этом месте построить какие-то жилые комплексы или еще что-то. Они сохранили здание завода. Вот мы видим, видите, оно сохранено. Там еще идет ремонт. Там будут у нас располагаться апартаменты, галереи, магазинчики, все как обычно. Но самое крутое то, что они сохранили вот эту вот всю промышленную. Вот эти краны. Какие-то сейчас детали. Видите здесь остатки. Это балки, фермы. То есть здесь какие-то стояли постройки заводские. И они максимально сохранили то, что осталось от завода. И сделали здесь моднейший парк. Собственно, сейчас будем смотреть, как из бывшей промзоны сделать классное благоустройство. И брать пример. Потому что это очень крутое пространство. Посмотрите, вот эти вот краны, которые здесь были. Портовые краны. Они их покрасили. Такой бирюзовый цвет. Я не знаю, как правильно называется. Цвет Тиффани. Цвет логотипа ювелирной компании Тиффани. Это Вильямсбургский мост. И вдалеке два моста. Самые знаменитые мосты в Нью-Йорке. Собственно, Бруклинский и Манхэттенский. Нас, помимо всего прочего, интересует еще и качество работ. Вот посмотрите, например, старые балки. Старые металлические балки. Они их обработали. Они их покрыли специальным таким составом, чтобы они не ржавели. Не пачкались. Здесь нет никаких там ни зазубринок, ни заусенец. Вообще ничего. Они в таком вот идеальном состоянии. Все это обработано. Сам этот проход, который наверху сейчас поднят. И вот металлические перила. Но это не такие вот хлипкие мерзкие перильцы, которые у нас любят стать. Такие самые дешевые. Это такая классная сетка из нержавейки. Тут еще есть подсветка. Подсветку только сейчас не видно. Видите, она там спрятана. Там видно провода. И ночью она классно подсвечивается. Вот. И вообще все сделано. Просто смотришь и глаз радует. Все надежно, основательно. Там сварной шов. Все идеально. Видите, каждая вот прутик к прутику подходит. Вот с этими кранами, конечно, невероятно. Круто то, что их так вот покрасили, почистили и сохранили. Эти вот старые портовые краны могут быть частью благоустройства. То есть не надо ничего думать. Уже, смотрите, все готово, все было. Главное не сносить, а грамотно использовать то, что было. Ну вот мне, конечно, очень нравится, как они обработали эти старые балки все. Они не просто ее отпилили, да, они убрали все эти острые края. То есть сейчас она такая, можно, никто не повредится. И покрыли все лаком, очень красиво смотрится. Сочетание вот этой вот ржавчины, металла зачищенного с этим нежно-бирюзовым цветом, который краны выкрасили. И как раз здесь стоит, опять же, нам есть чему поучиться. Потому что вспомните, например, Нижний Новгород, на стрелке в Нижнем Новгороде, когда город готовился принять этап чемпионата мира по футболу и построили стадион. Там тоже были у нас склады, были краны, была промзона. Что они сделали? Они взяли и все снесли. И получилась полнейшая ерунда. А в Нью-Йорке не снесли, в Нью-Йорке это оставили и пройти до этого классный парк. То есть у парка есть некая история. Здесь круто гулять. Сохраняется какая-то вот такая преемственность, идентичность этого места. У нас, к сожалению, так делать не умеют. И почти всегда, когда речь идет про реконструкцию промзон, все старое сносится и строится какое-то бездушное непонятное говно. Будем учиться у американцев. Домино Парк, Бруклин, Вильямсбург. Посмотрим, что они сделали. Кстати, проект делала та же самая студия, что делала Парк Зарядье и Хайлайн Парк в Нью-Йорке. Здесь ребята запускают дрон смело. Вообще по закону должна быть регистрация, но у них наверное регистрация есть. Посмотрите, насколько здесь все насыщено разными зонами. Здесь вот такая вот крутейшая просто детская площадка для детей. Дальше мы пойдем в различные зоны для взрослых, для выгула собак, спортивные площадки. Здесь лежаки с видом на Манхэтта. Посмотрите, какая красота. И все так очень сконцентрировано, насыщенно и, главное, разнообразно. То есть разные зоны для людей разных возрастов, интересов. Каждый найдет здесь чем заняться. А здесь они сохранили остатки конвейеров. Какая-то вот вся эта система. Ее оставили как украшение теперь здесь. А это детская площадка. Детская площадка, конечно, новая. Но в стилистике все выдержано со всеми остальными конструкциями. Мне кажется, Тиффани проспонсировала этот свет здесь. Вот эти вот краны. Как все сделано, как подходят заборчики, ограды, деревья, фонарики, бордюры. Все настолько идеально сделано, просто супер. Дальше, видите, уже идет кафе. После кафе там спортивные площадки. Все это для разных возрастов. Очень насыщенная территория различными активностями. Чтобы зимой человек не замерз, здесь около кафе стоят такие грибочки. Грибочки газовые, можно погреться. Или погреть аккумулятор от камеры, который сел. Ну и вот эти краны, которые они сохранили. И теперь они часть архитектуры этой набережной. Здесь вот хорошо видно, что все старые конструкции, как они были, они все сохранили. Вот видите, здесь распилили эти рельсы, по которым краны катались здесь. И отгружали сахар. Только вот их они приподняли и поставили на такие бетонные столбики. Даже светильники, здесь не просто светильники, а можно сказать произведение искусства. Фонтанчик с водой. И вода есть для всех. Есть отдельная штука, чтобы воду набирать в бутылку. Фонтанчик, чтобы попить самому. И есть отдельно для собаки. Но на зиму, поскольку холодно, они воду выключили. Чтобы все это не превратилось в сосульку. Хотя могли бы туда что-нибудь покрепче налить на зиму, а во-первых, не замерзало. А во-вторых, народу было бы здесь много. Вот, кстати, как оживить любое общественное пространство. Берем Глинтвейн и наливаем на зиму фонтанчики для воды. Все. Родители сами вытаскивают своих детей гулять на улицу. Общественные пространства живые. Отовсюду смех, веселье, красота. Под лавкой там прячутся провода и подсветка. Слишком большая коробка для подсветки. Я думаю, они могли еще и музыку в нее встроить. Вот такая вот красивая лавочка. Здесь, видите, везде Вильямсбург, Бруклин и логотип этого домино-парка. Все у нас забрендировано. Это тоже, поскольку здесь был сахарный завод, это от настоящего завода. Они как декор используют какие-то для перемешивания штуки. Какие-то, я не знаю, миксеры, не миксеры. Видимо, что-то и с сахаром связано. Все деревья, растения подписаны. Так что люди могут не просто гулять, а еще изучать декие растения. Ландшафтный дизайн здесь довольно круто сделан. Кстати, как решается проблема? По газонам не ходить. Просто сделали приподнятые и сделали такой ландшафт, по которому ходить не хочется. То есть, он не провоцирует тебя нарушать правила. Видно, что здесь такие растения, по которым ходить не надо. Ну и, конечно, идеально сделан водоотвод. То есть, везде отсыпочки, везде решетки, водоприемники. Все настолько идеально и хорошо сделано. Плиточка лежит одна к одной. Вы только посмотрите. Все идеально ровно. Плакать хочется здесь, глядя на эту плитку. Слезы зависти, слезы зависти текут из моих глаз, друзья. Я смотрю и не могу поверить своим глазам. Насколько можно, смотрите, хорошо положить плитку. Смотрите, смотрите, как все сделано, как все сделано. Миллиметр к миллиметру. При этом плитка обычная, бетонная. Никто не тратит какие-то миллионы на гранитные. Эти плитки в дом криво кладет и все ломается. Смотрите, здесь информационная табличка про эту детскую площадку. Здесь рассказывается про зоны. Есть зона для детей от двух до пяти лет, от пяти до двенадцати. Правила пользования площадкой. Все, как обычно, то, что требуется по закону. Но это расположено на такой вот штуке из труб. Все в стилистике бывшего сахарного завода, который здесь был. При этом я не удивлюсь, если эти штуки старые от завода и остались. А здесь, собственно, информация про этот парк, домино-парк. Тут видно как раз весь его план. И видно, какие тут есть у нас активности. Мы сейчас дальше пойдем. И у нас в конце там будет волейбольная площадка и площадка для собак. Сейчас еще посмотрим. Открыт он, между прочим, с шести утра до часу ночи. На зиму они закрыли газоны. Видимо, чтоб их зимой не затоптали. Кстати, даже вот эти вот навигационные таблички тоже в таком стиле заводском. Здесь у нас зона... Вот мы ходили наверху. Как это называется штука наверху, правильно? Непроход, непроход этот. Терраса, мостик, галерея. В общем, мы ходили по какой-то штуке наверху, которую они прикрепили к балкам. Видимо, здесь какой-то бывший ангар или еще что-то стояло. А под ними у нас расположены столики. Это обычные уличные столики. Они никакому кафе не принадлежат. Здесь вот можно посидеть. И здесь есть розетка. Уличная розетка. Отлично. Было бы чуть потеплее, можно было бы даже поработать. Красота. Лавочки, дорожки. Просто чудо. Сухой фонтан. Это сейчас любимая игрушка любого российского мэра. Его лепят вообще где только нужно, нельзя, можно. Видимо, появился в России какой-то производитель сухих фонтанов, который начал давать хорошие откаты. Сухой фонтан закрыли на зиму. Смотрите как. Здесь даже фонтан закрывают. Специальная клейкая такая вот штучка. Форсунку закрывает. И такими прижато шайбами. Цистерны из подсахарного сиропа. Тоже все оригинальное. Вот какие они были. Их подлатали. Их даже красить не стали. Видно, что они старые. Краску там где-то подскребли. Где-то подшлифовали, чтобы они уже не представляли никакой опасности. И вот поставили. Здесь они стоят как малые архитектурные формы. И здания. Здания, конечно, невероятной красоты. Вот это вот. Здесь у нас спортивные площадки. Сейчас они не работают, поскольку зима. Здесь волейбольная площадка. Здесь еще какая-то площадка с мягким покрытием. Здесь искусственная трава. Которую можно вот круглый год использовать. Видите, вот для тренировок. Люди даже сейчас это используют. Вот здесь песок. Здесь волейбол играют. Здесь просто такие террасы. Тоже с подсветочкой. Тоже с розеточкой. Да, что у нас тут розеточка? Да. Все, что нужно для счастья. Wi-Fi, розеточка, скамеечка. И жить можно. О, мы нашли классную штуку. Я ее давно искал. Это центр переработки елок. Пошли смотреть. В Нью-Йорке по всему городу есть специальные пункты, куда можно сдать рождественскую елку. Ее специальная машина переделает в опилки. И всем будет польза. Это вот такая маленькая машинка, которая перерабатывает елки. Туда запихивается елка. И потом из нее получается... Вот. Вот что получается из елки. Принеси свое дерево и посмотри, насладись, как твое дерево превращается в деревянные хлопья, в опилки. Пожалуйста, удалите все украшения с вашей елочки. Вот так вот это происходит. И вот, собственно, сам сахарный завод. 1882 года постройки. Некогда крупнейший сахарный завод. Смотрите, как его сейчас переделывают. Там будут апартаменты, капворкинги, офисы, магазины, кафе. В общем, все как обычно. Но вот такое здание, такое черное тут стоит. Класс! Как я уже сказал, здесь строят очень дорогое жилье. И вот можно посмотреть, как это место будет скоро выглядеть. Значит, пока здесь есть только один такой п-образный дом. И вот визуализация, рендер. Собственно, это дом, который построен. Вот это вот фабрика. Они надстроят там такой вот купол наверху. И здесь будет еще вот несколько небоскребов. Тоже п-образных. Такие все вот дома, видите? Дома на ножках. Вот сейчас это строительство активно идет. И вот здесь вот благоустройство. Можно посмотреть, как этот район будет скоро выглядеть. Вот этот фонтан, который мы с вами видели. Сухой фонтан. С амфитеатром этим деревянным. С деревянными этими трибунами. С трибунами деревянными. Сейчас мы дальше пойдем смотреть вот спортивные собачьи площадки. А здесь вот благоустройство, которое они сделают около первого дома. Вот, первый дом уже готов. Вот он. А это сам завод после реконструкции. То есть они наверх добавят еще такой купол. И там будет еще три этажа полностью открытых. А там за забором, поскольку здесь теперь строят модное жилье. Мы сейчас заглянем за забор. А за забором у нас видны какие-то дорогущие блоки для дорогущего жилья. Вот, смотрите. Замерз автофокус. Давай, ну еще чуть-чуть. Еще, ну, фокусируйся. О, да. Вот видите, тут такие вот дорогие блоки для дорогого жилья, которое здесь строят. Стульчики, чтобы никто не лежал. В Нью-Йорке, кстати, большая проблема с бездомными. Точнее, проблемы здесь нету. Проблема своеобразная, что права бездомных защищает закон. То есть просто так, как в России, когда любой полицейский может шпынять тех, кто ему не нравится, их убирать без суда и следствия при молчаливом согласии общества, здесь такое не происходит. Поэтому, чтобы убрать бездомных с улицы, из тех зон, где их власти видеть не хотят, приходится изощряться. Например, в свое время, чтобы в метро не катались бездомные, пришлось принять закон, который запрещал лежать на лавках. То есть ты не можешь принимать закон против, например, бомжей, но можно что-то придумать, чтобы бомжам было в метро некомфортно. Например, запрещалось лежать, то есть пока он сидел, все было нормально. А когда он только ложился, его сразу полиция могла арестовать и из метро вывезти. Здесь вот притесняют права собак. Нельзя собак, чтобы они вот паслись на газоне. Собаки, по-моему, не слушаются. Здесь этот газон оградили веревочками. Видимо, его недавно засеяли. И здесь перед нами открывается панорама Манхэттена. Кстати, хорошо видно, что небоскребы, они преимущественно расположены только в нижнем Манхэттене и верхнем Манхэттене. Это вызвано почвой. Почему начали делать небоскреб? Потому что там скалистый грунт и можно было строить здания любой этажности. А по центру там уже болотистые почвы и высокие здания по центру строить не могли. Там на берегу вот эти вот дома, похожие на наши панели. Это так называемые праджекты. Если посмотреть сверху, будут такие кресты. Это соцжилье. И одно время были весьма неблагополучными районами. Сейчас, так же как и в Москве, в принципе, в Нью-Йорке прямо неблагополучных и опасных районов нет. Даже тот же самый Гарлем, которого раньше всех пугали, стал относительно безопасным. А вон видно здание ООН. Вот оно там, здание ООН. Empire State Building, вот у нас торчит. И Chrysler Building, небоскреб. Видно, что как укрепляющего берег не размывало, не подмывало. Тут такие камни в сетках лежат. И вот площадочка для собак. Собачья площадка. Сейчас посмотрим. Во-первых, есть шлюз на входе. То есть, сначала заходишь... Сначала, да, заходишь. Да, мы тестируем шлюз. Закрываешь. И потом заходишь уже на саму площадку. Видите, как все продумано, чтобы собака не сбежала. И здесь для собак. Есть, во-первых, искусственное покрытие. Потому что у них вообще для собак часто искусственное покрытие. Они его убирают. Его проще убирать, мыть. Даже на собачьей площадке есть водоотвод продуманный. Вот так вот. Здесь специально он из деревьев, куда собаки могут гадить. Такая вот бетонная горка для игр. Питье. Собака-питье. Не работает. На зиму собаки не пьют зимой. То есть, видите, совершенно небольшой парк. Сколько он здесь? Наверное, метров 300. Длиной 300-400. Но насколько насыщен он различными функциями. То есть, и детская площадка, и кафе, и спортивная площадка. Спортивная площадка для собак. В общем, всем есть здесь чем заняться. Пример хорошего общественного пространства. Общественное пространство для всех. Учитесь у американцев, как нужно делать общественное пространство. Смотрите, здесь сохранили, тоже взяли старый конвейер. И сделали из него такую вот малую архитектурную форму. Колонна, стелла из конвейера. Вместо того, чтобы это выкинуть, распилить и сдать металлолом. Они это повторно использовали. И это намного лучше, чем если бы здесь ставил какое-то новодельное барахло. Потому что подлинные детали, старые элементы. Они позволяют сохранить идентичность места. Сделать пространство богаче и интереснее. Кстати, к слову о брендировании. Видите, у них даже люк фирменный. Домино-парк. Конечно, просто потрясающий пример. Когда они не просто что-то сделали, а сохранили здесь историю. Сохранили идентичность этого места. Какие-то старые конструкции. Вроде бы так просто. А насколько пространство сразу богаче и интереснее становится. Субтитры сделал DimaTorzok